Итак, продолжение следует. В прошлый раз мы строим с вами рубашечку, беленькую рубашечку, какую нас Татьяна попросила построить. И мы очень долго и аккуратно и тщательно разбирались плечевыми швами, для того, чтобы передняя точка проймы была ниже, а задняя точка проймы была выше. И остановились мы на расчете нижней точки проймы, то есть где она у нас будет заканчиваться. Для этого мы смотрим на рука. Итак, 30 сантиметров это обхват плеча. Допустим, 6 сантиметров прибавляем на прибавочку. Вот здесь вот мы ее не записали. Давайте напишем. Прибавка к обхвату плеча должна быть больше 6, потому что этот рукав рубашечный у нас хочет быть. Поэтому или хотя бы равно 6. Больше или равно 6. 30 плюс 6 получится 36. Значит, высота оката рукава должна быть 18, а вертикальный диаметр, высота оката рукава должна быть 18, а вертикальный диаметр проймы должен быть на 2 больше 20. Ну и, конечно, вот надо было мне здесь высоту АВ, ширину рукавчика написать. Это 36 сантиметров. Это было первое, второе и третье. Это то, что мы обычно с вами выполняем, когда выбираем нижний уровень проймы. Итак, 20 сантиметров. Посмотрим, что получается. Но прежде чем к этому перейти, я вот что хотела бы еще сделать. Когда мы нарисовали боковой шовчик, мы измеряем прибавочку по груди. Прибавка по груди, проверяем прибавку по груди. Сейчас у нас ширина сетки 56 сантиметров. А я хотела, чтобы прибавка по груди была 5, то есть мне надо было 50 плюс 5, 55. Один сантиметрик лишний. То есть, по идее, я должна от точки вот этой по линии груди по полсантиметра забрать влево и вправо. Ну, давайте так и сделаем. И, собственно говоря, боковой шов у меня будет получаться, теперь уже не один их будет, а два. Один проходит вот с этой стороны. Это боковой шов полочки. А вот это сейчас я рисую боковой шов спинки. Вот такая получилась картинка, потому что я убрала вот здесь лишние мне 2 сантиметра. Ну, а сейчас вспоминаем про вертикальный диаметр проймы. Если общий вертикальный диаметр проймы у нас 20 сантиметров, то вертикальный диаметр проймы со стороны спинки будет на полсантиметра хотя бы выше. То есть, получится 20 плюс 0,5, получится 20 с половинкой. А вертикальный диаметр проймы со стороны полочки будет на полсантиметра ниже, чтобы разница между ними хотя бы сантиметр оставалась. Значит, это получится 20 минус 0,5, 19 с половинкой. Правильно? 19 с половинкой. Да, все правильно. Берем циркуль в руки. Значит, работаем сначала со спинкой. У меня вертикальный диаметр проймы со стороны спинки 20,5. Значит, сюда ставим. И 20,5 выбираем. Трудно, конечно, в этой мелочи работать. Карандашик ставим в точку P2. Давайте будем классику жанра разбирать. Сначала мы поставим ножку циркуля в конечную точку плеча, не удлиненного, а обычного. И получили засечку на продолжении... Вот она засечка. На продолжении бокового шва спинки. Вот точечка получилась. Из нее вправо проводим горизонталь. И на этой горизонтали от середины спинки отсюда влево откладываем мерку ширины спины. Так мы бы сделали 19 сантиметров. Так мы бы сделали, если бы у нас рукавчик был вточной. Давайте пока мы... Что умеем, то и делаем. Здесь нет никаких прибавок на ширину, на рубашечку, из-за того, что может быть они сейчас у нас родятся, когда мы будем пройму оформлять. Смотрите, и сейчас я бы оформила эту пройму... Так, еще не одно питание сделала. Ну вот, нет у меня очень главной моей помощницы. Очень жаль. Ладно, будем работать от руки карандашиком. Я лекалом люблю, вы знаете, проймы рисовать. Посмотрите, вот если бы рукавчик был у нас точной, мы бы сделали его вот таким вот. Вот так, вот так, вот так у нас бы получилось. Пока работаем с тем, опираемся всегда на то, что умеем и что знаем. Вот так от руки взяли и нарисовали эту пройму. Дальше, вернемся мы, подойдем мы к оформлению передней половинки проймы для вот этого рукавчика. Для этого, для нашего рукавчика, смотрим вертикальный диаметр проймы со стороны полочки 19,5. Так, берем в руки циркуль, делаем радиус 19,5, очень точно работаем, да. Ставим ножку циркуля пока в ту точечку P1, которая у нас была для вточного рукава придумана, да. И делаем засечку на предыдущей дуге. Вот у меня где появилась вот эта точечка. Так, от нее, она повыше предыдущей, да, влево горизонталь, и на ней мерка не ШГ2, а ШГ1, 18. Потому что это работает линия выше линии груди. Так мы делали с вами, когда строили базовую конструкцию без нагрудной выточки. И вот наше ограничение для нашей проймы. И я беру и строю уже нашу проймочку. Давно не конструировала здесь, не работала. И утащила лекало куда-то. И вот она у нас получилась, вот такая вот линия проймы. И если вы замечаете, она у нас, боковой шов оказался повыше полочки, чем спинки, насколько по вертикали, измеряем расстояние, где-то на полтора сантиметра. Ничего страшного. И если вы помните, когда мы анализировали вот это вот расстояние, насколько передняя точка оказалась выше вот этой задней точки, в нашем случае полтора сантиметра между ними разница, да, мы говорили, что если эта разница не превышает трех сантиметров, то мы просто-напросто переоформляем линию низа, линию талии, линию бедер, линии груди, поднимая ее на эти полтора сантиметра. Как переоформляли мы? Да вот таким вот образом мы переоформляли. Эту точку поднимали на полтора сантиметра вверх. И примерно к серединке нашего изделия рисовали вот такую линию. Линия бедер, что она здесь совпадает, у меня с линией низа, я ее не стала изображать. Здесь тоже полтора сантиметра. И вот к этой вот примерно линии мы вот так вот ее рисовали, да, мы переоформляли все наши элементы вот так. И здесь тоже линию груди мы поднимаем на полтора сантиметра и приходим вот так вот сюда. И, собственно говоря, на этом построение можно было бы закончить. Но у нас здесь с вами ведь идет рубашечный рукав на удлиненном плечике. И поэтому я беру, восстанавливаю перпендикулярчик вот сюда, да, и пробую нарисовать красивую проймочку. Вот так вот со всеми ее атрибутами, да. Но уже из приспущенной вот так вот немножко приспущенного плечика тоже прямой уголочек пошел, да. И рисую вот сюда, 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 сюда. И должна прийти вот так как-то. Вот так я ее нарисовала. Вот так она у меня нарисовалась. И все было бы хорошо. Посмотрите, вот здесь есть прямой уголок. Так. И вот здесь есть прямой уголок. Проверяемся сейчас. Насколько у нас вертикальный диаметр проймы. Вот измеряем расстояние от P1. Вот у меня получилось вот здесь до этой точки. Сколько? 17,5. Вот у меня сейчас 17,5. А здесь сколько у нас получилось? Я хочу, чтобы у меня было 19,5. Вот от этой точки и до этой. Посмотрим, что получилось. Ну, друзья, получилось 19,5 вот это расстояние. На 2 сантиметра разница. Здесь получилось 19,5. То есть по факту у нас точка, вернее вертикальный диаметр проймы из-за того, что мы его удлинили, оказался меньше со стороны полочки, чем та же самая величина со стороны спинки на целых 2 сантиметра. Мы задавали себе задачу хотя бы на 1, а у нас получилось целых 2. О чем это говорит? Это говорит о том, что я смело могу взять и вот эту точку, вот эти точки просто подровнять. И не поднимать уже вот так вот, и не оформлять вот эту линию таким образом. Я же обещала вам, что будет эксперимент. Я работаю в живом, как говорится, в реальном времени и в реальной вот такой вот ситуации. То есть все мои сомнения, все мои размышления как конструктора я вываливаю вот сейчас вот здесь перед вами для того, чтобы вы учились, сталкиваясь с такими ситуациями, задавать себе какие-то вопросы и отвечать на них. Иногда не получится это все сразу, но вы размышляете и выбираете в конце концов оптимальное для вас решение, подходящее и устраивающее вас во всех отношениях. Так как я, например, вот я как бы размышляла сейчас, ага, обнаружив, что у меня сейчас вот эта точка P1 будет ниже, чем точка P2 на целых 2 сантиметра, я бы вернулась в рубашечном рукаве все-таки к одному сантиметру разницы. Не надо мне эти два сантиметра, потому что это не в точной руках, это немножко увеличенные объемы, это более плоский должен быть крой, а он должен иметь какие-то определенные такие вот более симметричные что ли, более мягкие вот такие формы. Не надо никаких чересчур, а цифра 2 это может быть чересчур, там большая разница, придется рукавчик как-то подстраивать рубашечный под эту разницу, я этого не хочу. Вот поэтому, что бы я в конце концов сделала, я бы взяла и уравняла бы вот эти вот внизу точки, давайте нарисуем жирным карандашом. И кроме того, что уравняла, что мне нужно сделать для того, чтобы уравнять? Мне достаточно, так как вот я сейчас вижу, да, что вот эта точечка P2 у меня выше, чем P1, на нужный мне там сантиметр-полтора, да, то мне не надо заботиться о том, что у меня точка была выше, я ее возьму и спущу вот сюда, на один уровень, вот с этой точкой, с уровнем задней проймы, задней половинки проймы, вот сюда вот я их спустила на один уровень, и могу линию проймы уже завести вот так сюда, тра-та-та-та-та-та-та-та, так, извините, да, вот, чтобы красиво было реклама куда-то не могу найти. Не думала, что сегодня буду чертить вот это все. Посмотрите, как у меня рисуется пройма, вот так, вот так, вот так, и сюда пришла. Это передняя половинка проймы, и вот так, вот так, вот так, и вот так вот задняя половинка проймы. Смотрите, вот эта картинка мне нравится уже больше. Тогда мне не нужно поднимать боковой шов на ту разницу, которая у нас тут получилась. Тогда у меня боковой шов у полочки и спинки, вот он будет, на одной прямой будет лежать. Я потом вам обведу результат конца-концов, да. И вот эти действия мне были бы, оказались для меня лишними. Ну и что? Я, как творческий человек, я ищу какие-то приемлемые для себя вот такие вот нужные, правильные нам решения. Потому что вы знаете, что всегда нужно сначала отрисовать пройму, и только потом переходить к построению рукавчика. И здесь вот так вот, чтобы более ярко было, я бы еще вот немножко вот так вот наклонила как бы этот свой рукавчик. Ну, буквально какие-то миллиметры в мелком таком чертеже, это не очень как-то просматривается. Что теперь? А теперь вот смотрите еще что. Если у вас рукав рубашечный, да, вы имеете право взять и нижний уровень проймы, вот расчетный от вточного, вот это вот как бы расчет для вточного рукава, и немножко углубить вниз. У вас было бы углубление вот такое проймы, да. Но я вспоминаю эту рубашку, которая была на картинке. Что-то я не вижу, чтобы она была очень сильно. Вот как раз там, конечно, плохо это видно. Давайте вместе еще раз посмотрим. Там плохо понять, плохо можно понять на этой картинке, какой нижний уровень проймы. Ну, ведь у нас понравилась картинка. Вот смотрите, она перед нами опять снова, да. Где мы здесь можем разглядеть? Вот она область груди, я вижу область груди, да. А куда смотрит вот эта пройма, рукавчик тут не показывает. Ну, вот она примерно на область груди, мне кажется, и смотрит. Или даже чуть-чуть, чуть-чуть выше. Но никак не исходит этот рукавчик куда-то от талии. Даже наклон вот этого плечика, вот такой, он говорит о том, что она, в общем-то, где-то у нас не слишком углубленная. Поэтому я бы никакого углубления в данном случае делать не стала, оставила бы вот эту точку на этом уровне. Но вы должны понимать, вы экспериментируйте, делайте, потому что шьете ветровку, например, у вас, вам нужна большая пройма, потому что под нее вы будете носить теплую какую-то одежду. Шьете куртку, шьете пальто, тот же пуховичок, тот же из искусственного меха шубку, конечно, вам надо будет углубиться. А в данной вот этой рубашке я углубляться не буду. Ну вот. И все. Вот это я поняла. Теперь вот что еще на горловинке? Ага. Значит, и здесь горловинка тоже вот так вот у меня остается. Вот такая. Плечо у меня остается вот такое. Давайте я его сейчас, наверное, нарисую, чтобы вам было видно. Так. Вот так. Пройма мне нравится, значит, сейчас последний вариант вот такая. Дальше горловинка здесь вот так. Несколько раз мы тут поднимались немножко. Пройма. Ну и по линеечке сейчас проведу. Боковые. Видите, вот они у нас чуть-чуть из-за прибавочек они у нас разбежались. Так. Ну и дальше. Тогда уже сюда и сюда. Контрольные точечки. Вот линию дали. Вот так. Контрольные точечки. И вы все теперь видите. Не буду рисовать вот эти серединки грязь. Мазюкать. Да. Видите вот это. И мы, мои хорошие, договорившись сами с собой по этим проймам, переходим к построению рубашечного теперь уже рукавчика. И время наше 16 минут вышло. Поэтому сейчас я опять сделаю, конечно же, остановочку. И в следующий раз мы продолжим построение рубашечного рукавчика. А к вам хочу обратиться с просьбой. Поддерживайте мой канал не только благодарственными письмами, восторгами и славами. Спасибо. Но и если вы будете перечислять какие-то денежки на поддержку моего канала, я буду очень этому рада. Итак, до новых встреч. Продолжение следует. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует.